Всем привет! Вы на канале Индастриал Тул. Сегодня у нас будет видосик про маленькие УШМ-очки Макитовские. Короче, принес мне друг в ремонт УШМ Макита 95-58НБ. Вот в таком виде. Видите, тут система сиома диска самодельная. Многие скажут, что у этих болгарок есть проблема, теряется вот эта вот кнопочка. На самом деле, почему так происходит? Происходит это потому, что, как мы видим, диск зажат здесь неправильно. И когда его закусывает, что у нас происходит? Мы не можем открутить гайку. Мы стопорим и начинаем со всей дури откручивать, бить иногда молотками. Здесь вот видны следы. И что происходит? Происходит то, что внутри выламывается кусочек корпуса. Втулочка, которая стопорит, начинает болтаться и, естественно, выпадает кнопка. И дело тут не в том, что плохо как-то кнопка держится. Дело все в неправильном использовании инструмента. И в данной УШМ теперь вот этот верхний, верхняя часть редуктора просто нужно выкинуть, потому что даже если мы поставим сюда нормальную кнопочку, новый этот штырёчек, он вот так вот будет болтаться, потому что там выломато. подкрутить не могу. Зафиксировать. Почему диск нужно ставить вот так, а не вот так? Объясняю. На шайбе, видите, здесь гладкая сторона. Она здесь будет пораскальзывать. А здесь насечки сделаны. И когда диск закусывает, эти насечки вот сюда въедаются и гайка зажимается намертво. И мы не можем её открутить. Если мы будем вот этот металлический диск вот так ставить, то закусывать диск не будет. Давайте её включим. Здесь уже и шнурок стоит от компьютера какого-то. плюс еще, он говорил, постоянно слетает вот эта кнопка. Ну, она просто здесь износилась. Тут подточить надо. Это от времени произошло. Какого он тут даже? А 2006 года у шамочка. Здесь он поналеплено. Непонятно что. Здесь уже что-то плавилось. Ага. Охренеть. Тут и корпус лопнутый. Его приплавляли. Дааа. Искрения нету. Поэтому всё нормально. На всякий случай, ротор мы всё-таки достанем. Так, так, так. Короче, всё в чём суть видео. У меня есть вторая у шрем. Но эта 95-55. Она короче. Здесь разные роторы. Но всё остальное одинаковое. Здесь сгоревший ротор. Мы сейчас просто отсюда редуктор поставим на эту болгарку и всё. Потому что здесь кнопочка нормальная, редуктор целый. Ну и просто посмотрим состояние. Здесь мы уже увидели, что корпус у жопа. Но корпуса у меня сейчас такого нету. А у шемочка ему нужна. Мы это пока оставим в таком же состоянии. В принципе оно держалось. Продолжение следует. тут конечно и подшипника каюк посмотрим у меня по моему таких подшипников сейчас нету поэтому скорее всего мы все это снимем вот с этой уже ямочки закручиваем это пресс нужен откладываем здесь у нас стопер нормальный и ротор тоже берем вторую шею откидываем щетки снимаем редуктор конечно хорошо быстро маску поменять вот видите ротор здесь все это вот это тоже подшипник да это нехорошо вот это тема то здесь мне нужен импактик берем импакт открутили будем значит сейчас искать подшипники это шестерни от этого шестерни здесь кстати состояние получше будет оно почти новое а это изношено ну и идем на пресс и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Резиночки здесь тоже уже ушатанные У нас задача сделать без Без использования Запчастей, так сказать, новых Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Можно, конечно, их помыть Так Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну да, здесь уже шестерню ушатана сильно Подшивники ушатаны ДимаTorzok Так, так, так Шпорочка Штучку можно вот эту Полночку отсюда забрать И все На мусор А эти Снимаем ДимаTorzok 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 снял колечки достаем под швейночки ну что запчасти мы поотмывали напоминаю задача стоит без вложений сюда собрать болгарку да и подшипников у меня нету я отобрал из всех вот эти все подшипники выкинуть вот эти еще хорошие кроме последнего заднего ну как бы люфта нету смазать короче я его закажу а ему срочно нужно болгарка там на пару дней ее хватит потом поменяю давайте собирать собирать прежде чем собирать нам нужно заменить вот эту кнопку для этого для этого место чуть-чуть освободим короче нам нужно сейчас поменять эту кнопку на вот ваши вот вы Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрим... Да вроде с кнопкой все нормально... Сейчас попробуем из этой... Влечь... Видите кнопки срыва заводов... По ходу... Или разного времени производства... Визуально они вроде как нормальные... Может быть проблема... Вот в этом месте... Вот видите стерто... Скорее всего есть... Проблемка... Если мы посмотрим здесь... Видите... Ступенечка... Тут я уже не знаю что делать... Сейчас попробую надеть эту... На место... Вроде держится лучше... Так... Повторяйте... Так... по-хорошему здесь надо уже корпус менять он и так вот лопнут и плюс эта часть стерта оставляем с новой кнопкой начинаем собирать вот так вот Продолжение следует... Теперь собираем редуктор. Берем от этой болгарки, получается, низ, нижний фланец, подшипник. В виде колечка сначала, затем подшипник. Подшипник запрессовывается. Вставили подшипник. Теперь берем стопорное кольцо. Берем шпиндель и напрессовываем сюда. Напрессовали. Теперь берем шпоночку. Можно это все чуть-чуть смазать. Смазки по инструкции здесь должно быть 7 грамм. Я вот на этой ложке как раз там грамм 9, по-моему, отмерялась. Но она вся оттуда с ложки не уйдет, поэтому чуть больше. В инструкции написано, если с такой решеткой, то 7 грамм. Если просто двойные сплошные, то 9 грамм смазки. Так, где я делал пинцетик? Берем шпоночку, вставляем. Вставили смазки вот сюда вокруг шпинделя. Шестерни я оставлю, которые под изношенные, старые. Потому что они еще рабочие, им еще работать и работать. Тут износ небольшой. Видите, новые? А вот эти, они вообще на улице, их можно оставить на другие ремонты. Как запасные пойдут. Потому что зачем эти выбрасывать, когда они еще ходить и ходить. Да и ремонт как бы этот бесплатный. Так сказать, замогарыч. Берем волновую шайбочку. Стопорное колечко. Все, эта часть готова. Единственное, что... Сюда еще подшипничек. Эта часть у нас готова. Теперь берем вот эту часть, сюда вставляем какую-нибудь резиночку. Так, здесь тоже мы вернем. Вот эта вот, которая грязная была. Она даже хрен отмылась нормально. Подшипник. Берем ротор. Надеваем на него задний подшипник. Сюда. Надеваем шестеренку. Берем гаечку. И ковертом закручиваем. Все, почему-нибудь хороший. Наливаем пыльник ссадный. И устанавливаем на место. И прикручиваем корпус редуктора. И устанавливаем. Теперь возвращаем на место щетки. Попробуем включить. Попробуем включить. Попробуем включить. Попробуем включить. Работает отлично. Искр вообще не то. крышка вот она за счет этой штуки и держится хоть она и сломана теперь сюда вставляем резину полочку цвету и теперь добавляем масочки вставляем вот эту часть 8 граммов маски точнее 7 граммов вот они все на эти ложки сюда чтобы чеки то есть вы поняли смазки визуально почти нету на ложке еще остался может там граммуль поэтому сейчас еще дышечку так сюда кинем и закрываем закрыли ну и винтик здесь а не это да на той был плоский здесь будет все нормально все нормальные эстоли а а а а а а и Ну вот этот звук в конце, это шестерня под изношем. Вот так, кнопочка работая, правда тоже уже чуть-чуть раздолбанная, но она хотя бы на месте. Что нам теперь еще нужно сделать? Вернуть фланец. Так, еще-еще он мне отдавал кожух. Сейчас я его поищу. Он мне отдавал какой-то от чего-то кожух. Попробуем его сюда притулить. В принципе, подходит. Нужно найти винт. Где его найти, вопрос. Полазил у себя в закромах. Надо, кстати, купить какую-то штучку. Вот так вот, удобко, по-моему, шкафчик. Короче, не знаю от чего. По-моему, это от этого стеллажа, от верстака. Здесь есть как раз винтички, которые не винтика. Пробуем. Закрутение. Наоборот надо. Вот так. Продолжение следует. Ну вот, в принципе, и все. Вот так выглядит бесплатный ремонт кожух. Все. Он мне давал, поставил винтик. Без винтика он давал, винтик нашел. Ну, а так ее добить просто. Подшипничек еще поменять. Она еще, конечно же, походит. Какое-то время. Есть ли смысл в нее вкладываться, прямо менять все четыре подшипника. И корпус. Даже не знаю. Надо считать. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok